Программа переселения граждан из аварийного жилья, благодаря которой улучшенные условия проживания смогут получить более 8 тысяч жителей Верхней Волжи, один из самых больших федеральных проектов, в которых участвует Тверская область. При его реализации региональным правительством был принят ряд мер для снижения коррупционных рисков. В частности, подрядчики не получают авансовых платежей. Контракты оплачиваются только по факту выполненных и принятых работ. Все компании, которые участвовали и участвуют в этом процессе, должны быть компаниями серьезными, компаниями, которые имеют опыт на рынке работы. На сегодняшний день внедрены все необходимые механизмы контроля от проведения конкурсных процедур до строительства жилых объектов, а также проверки их соответствия требованиям качества. Для этого создана специальная рабочая группа и комиссия по вопросам качества жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из аварийных домов. Одновременно с этим выполнение государственных контрактов в жилищном строительстве и других сферах находится на постоянном контроле региональной власти. Чем больше мы сейчас товарную систему контроля, чем более правильно, скажем так, компания приходит к рынку, тем больше у нас бывает с вами грехов прошлых лет. Поэтому в этом отношении мы тоже должны понимать, что действовать придется вне зависимости от бывших заслуг и уровня лиц, которые там принимали участие. Свои предложения, направленные на повышение эффективности этой работы, в ходе заседания также внесла контрольно-счетная палата Тверской области. В частности, планируется сформировать типовые формы контрактов, которые в обязательном порядке будут содержать график и этапы выполнения работ. Также в них будет прописана ответственность подрядчика за несоблюдение сроков и этапов. Кроме этого, будет предусмотрено, что период действия банковской гарантии, внесенный поставщиком в качестве обеспечения контракта, составит не менее четырех месяцев со дня окончания действия этого контракта. Это позволит в случае недобросовестных действий подрядной организации взыскать неустойку без длительных судебных процедур. Наша общая задача в конечном итоге – это повышение и имиджа, и эффективности всей вертикальной власти, начиная от муниципалитетов, кончая, так сказать, проектами федерального церемонстратора. Никита Васильев, Твереград ТВ